Здравствуйте, уважаемые посетители и подписчики сайта netcom.ru Совсем недавно я записывал видео, как можно подключить ноутбук к большому монитору. Сегодня тема немного похожа. Я покажу, как подключить компьютер, то есть системный блок, к своему монитору. Кроме основных моментов, я, конечно же, расскажу, что делать, если разъемы на мониторе и системном блоке не совпадают. Прежде чем подключить монитор к компьютеру, нужно понять, какие разъемы обычно для этого используются. На сегодняшний день наиболее популярны три типа подключения. Это VGA, HDMI и DVI. На своих экранах вы сейчас видите, как они выглядят. Чем эти разъемы отличаются и какой лучше использовать для подключения? VGA это устаревший разъем, но все еще используемый, особенно в дешевых мониторах. Его я рекомендую использовать только в крайнем случае, если других разъемов нет. Далее у нас идет DVI. Это очень хороший интерфейс, который передает очень качественную картинку. В первую очередь нужно использовать именно его. Ну и, конечно же, HDMI. HDMI, это тоже очень хороший интерфейс. Его обычно используют для подключения к компьютеру больших телевизоров. Но для подключения обычного монитора он, конечно же, тоже годится. Его можно смело использовать. Подключаем монитор к компьютеру. Сначала найдите разъемы на мониторе. Они расположены сзади. Там должен быть один или несколько разъемов для подключения. В моем случае есть только VGA-вход. Поэтому я буду использовать его. Теперь разверните системный блок и осмотрите его заднюю часть. Там, почти в самом низу, где подключена видеокарта, есть знакомые нам разъемы. Вот и VGA-порт. Теперь берем соответствующий кабель. В моем случае VGA-кабель. Он обычно идет в комплекте с монитором. И подключаем один его конец в монитор, а второй – системный блок. После подключения кабеля не забудьте подключить компьютер и монитор к сети, а также нажать соответствующие кнопки на устройство для включения. Подключение монитора через переходник DVI-VGA. В некоторых случаях монитор не богат на различные разъемы, в нем имеется только VGA-интерфейс. А на компьютере, в свою очередь, наоборот, VGA отсутствует. Зато есть замечательные DVI и HDMI-порты. Что делать в таком случае? Решение, конечно же, есть. И оно довольно-таки простое. Покупаем переходник с DVI на VGA. Выглядит он следующим образом. С одной стороны интерфейс DVI, а с другой – VGA. Вставляем ту сторону, которая выглядит как DVI-порт, в разъем системного блока. Теперь с бывшего DVI-разъема выходит VGA-интерфейс. Отлично. Остается подключить монитор к компьютеру, используя VGA-кабель. Но это мы уже умеем. Таким образом можно подключить к компьютеру современный телевизор, за исключением лишь того, что для этих целей, скорее всего, понадобится HDMI-кабель и аналогичный разъем на системном блоке. На этом сегодня у меня все. Остается лишь пожелать вам удачи при подключении монитора к компьютеру.